Связь человека с местом его обитания загадочна, но очевидна. Ведает ею гениус Лоце, гений места, связывающий интеллектуальные, духовные, эмоциональные явления с их материальной средой. Для человека нового времени главные точки приложения и проявления культурных сил города. Их облик определяется гением места, и представление об этом сугубо субъективно. Субтитры создавал DimaTorzok над городом, пугает запоздалых прохожих. С приближением рассвета чудища возвращаются, впиваются когтями в крышу, стены и застывают. Дом Городецкого украшенный мифологическими существами окутан пеленой мифов, легенд и домыслов. Одна из наиболее распространенных легенд гласит о том, что дом с химерами был построен не Городецким. Якобы авторство принадлежит архитектору Николаю Добачевскому. Но подписи Городецкого на всех чертежах дома не дает оснований полагать, что архитектором дома с химерами мог быть кто-то другой, кроме Владислава Городецкого. Другая легенда пытается ответить на вопрос о том, почему архитектор Городецкий украсил свой доходный дом головами чудищ. Легенда описывает печальные события, связанные с самоубийством дочери Городецкого, которая бросилась в пучину Днепра. Это трагическое событие, к счастью, выдуманное, стало причиной того, что фасад здания украсили морские чудовища. Исторические факты свидетельствуют об обратном. Дочь архитектора Елена Городецкая, замужественная Яценко, в период строительства дома и позже жила и здравствовала. Не менее известная легенда повествует о паре архитектора Городецкого и его коллег Александра Кобелева и Владимира Леонтовича. Паре заключалось в том, что Городецкий за два года построит здание, используя новые для тех времен материалы, а именно цемент и бетон. Но Леонтовичу на тот момент было 20 лет, и он учился в Петербурге. Так что спор этот не мог состояться. Еще одна легенда связана с недоброй энергетикой, которая живет в доме с химерами. Возникла она после того, как компании и организации, которые когда-либо арендовали помещение, становились банкротами или прекращали свою деятельность каким-либо другим образом. Размышляя, можно сделать вывод о том, что причина выбора химер в качестве украшения дома обусловлена, скорее всего, любовью Городецкого к африканской охоте. Расположение здания на склоне дополняет необычность дома эффектом нависания над тем, кто смотрит на него у подножия. К тому же не стоит забывать и о том, что дом с химерами находится у болот. Факт в том, что внешнее убранство дома с химерами никогда ранее и никем не был повторен. Дом с химерами сохранил свою уникальность. По правилам, которые диктовал модерн, дом должен быть красивым не только снаружи, но и внутри. И Городецкий блестяще справился с этой задачей. Если входить с главного входа, именно отсюда попадают в дом нынешние гости, первое помещение вызывает неподдельное восхищение. Стены прихожей покрыты росписями, на которых изображен подводный мир с затонувшими кораблями. По центру потолок украшает лепнина в виде спрута. Щупальца декоративного осьминога выполнены в виде сочетания морских раковин, ежей, растений. Все они разукрашены в разные цвета и покрыты перламутром. Изготовлен этот огромный осьминог из гипса. Его щупальца спускаются до самых стен. Если лепнина в первом зале оригинальна, то люстра была утрачена. А нынешняя – это копия, восстановленная по фотографиям. Она также выполнена из перламутра и гипсовых элементов. Влево уходят комнаты, принадлежавшие семье Городецких. В этой части дома и на лестнице, ведущей вверх. В ходе реставрационных работ, которые проводились по старым фотографиям, сделанным самим Городецким, был восстановлен облик дома. А часть помещений, утративших декор во второй половине 20 века, просто отремонтировали. В бывшей гостиной Городецкого сейчас располагается малый переговорный зал. Самой яркой деталью этой комнаты также является лепнина, изображающая сплетения ирисов. Выполнена она в белом, розовом и светло-зеленом тонах. Кроме того, эта комната, как и все остальные, украшена охотничьей атрибутикой. На стенах здесь висят олени рога, своеобразный архитектурный автограф Городецкого. В бывшей гостиной, как и остальных комнатах, есть печь, выложенная керамическими изразцами удивительной красоты. Все печи в доме исправны, и их можно растопить в любой момент. Но поскольку в здании давно функционирует централизованное паровое отопление, то печи не используют даже с демонстрационной целью. Главным акцентом столовой можно назвать люстру. При ее изготовлении были использованы большие лосиные рога. Лепнина в столовой тоже очень затейлива. Она изображает различные овощи. Здесь можно рассмотреть и чеснок, и артишок, и свеклы, и многое другое. В хорошем состоянии до наших дней сохранилась и комната, в которой сейчас располагается гардеробная. Посуда и картина в этих комнатах, и остальных помещениях не являются оригинальными предметами обстановки. Это экспонаты из коллекции музея. Из зала прихожей со спрутом на верхние этажи ведет лестница из белого мрамора. И сама лестница, и поручни, и гипсовый декор отлично сохранились. Балясины лестничных перил выполнены в виде орлиных лап. На стенах закреплены скульптурные изображения охотничьего оружия и трофеев. Здесь и подбитый олень, и заяц, и целые гирлянды из куропаток и прочей дичи, а также из еловых ветвей и шишек. Между четвертым и пятым этажами на лестнице, еще при Городецком, был установлен электрический светильник в виде гигантского сома. Он работает и сейчас. Господин Городецкий и подумать не мог, что его личный кабинет когда-нибудь переоборудует под гардероб. Вести себя здесь нужно очень осторожно. За всеми присутствующими пристально следит охотник, притаившийся на потолке. Эта уникальная роспись неизвестного автора сохранилась здесь еще со времен постройки здания. По завершении всех шумных событий, когда стихает гул голосов и щелканье фотоаппаратов, двери парадного входа затворяются. Тогда за дело принимаются химеры. Ночь окутывает город, и они выгибают спины, расправляют каменные крылья, взлетают в небо и долго кружат над улицами, пугая запоздалых прохожих. А возможно, они прилетают к Владиславу Городецкому, садятся в его кресло и рассказывают о том, чего никогда не узнают даже первые лица государства, нынешние хозяева химерического дома. Едва светает, чудовища возвращаются. Они впиваются когтями в крышу, в стены и застывают. Почему улыбаются бетонные жабы на фасаде дома с химерами, а у каменных дев на головах вместо волос цветы и цепи? И по какой причине химерический дом не впускает ни одного гостя надолго? Субтитры создавал DimaTorzok